Деньги в дело Что изменилось там на рынке за последнее время? Ну, море купить там точно все еще нельзя, а вот дом с видом на море, Александр, до сих пор можно? Да, конечно, можно, несмотря на мораторий, который сейчас введен в городе Сочи по строительству новых объектов. Но сейчас все-таки пока еще есть остатки в новостройках. И, конечно, стоит поторопиться, потому что новых строек не начинается, все хорошие интересные объекты, они уже заканчиваются. Ну и вторичный рынок тоже никто не отменял. То есть из-за того, что новых строек не начинается, на старые, видимо, ожидается еще больший рост цен. Да, все правильно. Рынок Сочи растет с 2005 года в эти ближайшие два года, когда введен мораторий. Очень большие средства вкладывает наше государство в развитие города. Будет очень серьезная перестроенная инфраструктура, очень много проектов по развитию туристического направления, как в самом городе Сочи, так и в Красной Поляне. И все эти инвестиции, они увеличивают привлекательность города. И, соответственно, сейчас предпосылок для того, чтобы остановился рост цен, там нет. При этом, несмотря на высокие цены на недвижимость, вкладывать деньги в нее до сих пор выгодно. Выгодно. И даже наша компания сама вкладывает деньги в эти объекты. И у нас несколько направлений деятельности к получению прибыли. То есть, если вас просят, рискнули бы вы, вам есть что ответить, да? Да, мы рискнули. У нас у самих есть несколько объектов купленных там. Компания занимается коммерческой деятельностью, мы извлекаем из этого прибыль, показываем и другим, что можно получить это. И берем в управление такие объекты. Ну и, конечно, мы эти объекты продаем. Выгода по сравнению с ценами застройщика на данный момент у нас по одному объекту для людей составляет 6 миллионов 700 тысяч рублей. То есть, мы когда-то давно купили этот объект, и сейчас его выставили на продажу. Но выгода для инвестора, который сейчас будет заходить, вот она такая. А вообще, вот если подробнее об инвестировании, да, можете поделиться какими-то стратегиями? Ну вот, во что и как в Сочи сейчас лучше вкладывать? Недвижимость в Сочи на данный момент, она привлекательна тем, что цены растут примерно 20%. От сдачи в аренду можно получать дополнительно еще примерно 10-15% прибыли. Даже если вы сами не хотите сдавать, не можете сдавать, наша компания оказывает услугу по сдаче в аренду. Есть также программы с использованием кредитного плеча. Стоимость объекта в Сочи сейчас минимальна от 3,5 миллиона рублей. Но если у кого-то нет этой суммы, можно объект взять в ипотеку. Есть программы с отсрочкой платежа на год. За год объект может вырасти на 20-30%. Прибыль будет настолько больше, что показывает доходность вот таких вложений примерно от 120 до 140% годовых. Могу ли я, например, через дело и деньги продать свою квартиру в Кирове или в каком-то другом регионе и купить сразу квартиру в Сочи? Да, конечно. За последний год наша компания еще выросла. У нас сейчас есть офис в Санкт-Петербурге, у нас есть офисы в Москве, в Сочи. Ну и, конечно, можно продать квартиру в любом регионе нашего присутствия и спокойно приобрести квартиру в Сочи, например. Также у нас есть специальное предложение для людей, которые хотят инвестировать в Сочи. То есть мы можем встретить прямо в аэропорту, найти место для проживания, подобрать сразу тур по объектам, чтобы сэкономить время. В одну поездку можно? Да, в одну поездку. То есть можно в одну поездку уложиться отдохнуть, посмотреть город, посмотреть объекты, выйти на сделку. Очень удобно, практично и классно. Если кто-то заинтересовался или давно интересуется покупкой жилья у моря, куда можно обратиться? Обращаться надо в бизнес-цент «Кристалл», группа компаний «Дело и деньги», телефон 4,7-69. Спасибо, Александр, большое вам за разговор. Доброго дня, доброго дня нашим слушателям. Доброго дня. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Услугу предоставляет ИП «Чисто Пашин» Антон Александрович, ИНН 43-30-02-55-34-61, УГРН ИП 31-84-35-400-54-005. Предложение не является публичной офертой. Список услуг и их стоимость уточняйте в отделе продаж компании «Дело и деньги». Выгода 6 миллионов 700 тысяч рублей рассчитана на основании прайс-листов «Застройщик». Расчет действительно на 23 ноября 2021 года.